Магион КШП! В этом видео мы с вами поговорим об истории хаоса, а именно о том, какое продолжение она могла бы получить. Все предположения, которые я буду сегодня выдвигать, сделаны на основе песен, шифров и пасхалок, которые имеются в Black Ops 4. Я вам также напомню, что если вы не знакомы вдруг с историей хаоса и хотели бы узнать о ней поподробнее, то я сделал о ней ролик, и вы можете найти его в правом верхнем углу. Ну и я как всегда напомню, что вы можете поддержать меня и мой контент по ссылке в описании, или же оформив спонсорскую подписку, которая плюс ко всему даст вам доступ к наикрутей и шимбонусам, подробнее о которых вы можете узнать по кнопке под видео. История хаоса, вернее сказать, ее первый и пока что единственный том завершилась на карте Древнее Зло, в конце которой мы узнали о том, что Оракул на самом деле Медуза, и она хочет открыть Александрийскую библиотеку. Мы также с вами увидели, что она убила отца Скарлетт и членов Ордена, обратив их в камень. По итогу, двигаясь далее по истории, мы имеем следующее. Бруно и Шоу являются последними людьми, кто подчинен Ордену, Скарлетт, возможно, потеряла память после поцелуя Медузы, а Диего же единственный, кто сохранил разум в целостности, и теперь он наш главный персонаж. Но к этому мы вернемся чуть позже. Главная зацепка из финала Древнего Зла это то, что Пифия сказала, что хочет открыть библиотеку Александрии. Но зачем ей это? Эта библиотека, кстати, реально существовавшая, является одним из крупнейших собраний свитков античных времен. Располагалась она в Александрии, что в Египте, и была основана в третьем веке до нашей эры, и насчитывала, кстати, по разным оценкам, от 100 тысяч до 700 тысяч папирусных свитков. Очевидно, Пифия хотела получить доступ к знаниям, которые там хранились. Из шифров из Девятки и Древнего Зла мы знаем, что библиотеку на самом деле спрятали, хотя в реальности говорили, что она была уничтожена. Также можно предположить, что в этой библиотеке были спрятаны знания о примаматерии, ведь все в тех же шифрах говорилось о том, что сила основана на знании, и что знания былых времен перестроят судьбу человечества. Ну и как мы с вами знаем, завершение четырех испытаний стража должны дать доступ к этим самым знаниям. И раз Оракул увидела видение после последнего испытания, она скорее всего знает, что библиотека находится в Александрии, и что в ней находятся знания о примаматерии. Ну и возвращаясь к шифрам, на Древнем Зле их было не так много, но они были довольно интересные, и возможно говорят нам о том, какое будущее Бландел планировал для истории. Например, заглуши голос внутри, и истина придет к тебе. Явно отсылает нас к тому, что Бруно и Шоу должны освободиться от влияния Ордена, чтобы продолжить путь. А также, чтобы достигнуть конца, необходимо вернуться в начало. Возможно намекает нам на то, что либо для очищения Бруно и Шоу необходимо вернуться в египетский храм, который мы уже видели на девятке, либо же здесь речь идет о том, чтобы опять напиться этой синей жижи из пещеры. Ну или же вернуться на Титаник, который нас ожидает уже на дне Атлантического океана. Но скорее всего здесь речь идет о Египте, в котором находится библиотека, и в котором началось самое первое испытание стража. В общем-то говоря, где их и придумали, кстати. И говоря о синей жижи, есть у меня подозрение, что на следующей карте должна была присутствовать механика этой самой жижи, которая работала бы как режим зверя из Shadows of Evil. Ну или же по смерти из мобки или темный эфир из Cold War. То есть в ходе прохождения пасхалки или просто игры на следующей карте мы бы вновь вдыхали пары этой штуки, чтобы получить доступ к каким-то предметам или проходам. Например, допустим, перед вами завал, который мешает пройти. Вы вдыхаете эту штуку и оказываетесь в теле другого человека, который находился в этом же месте просто очень-очень давно, как это было на карте 9. Вы наливаете масло на место завала, и вернувшись в настоящее, масло можно было бы просто поджечь, и завал бы сгорел, и вы могли бы пройти дальше. Ну и последний, наверное, самый интересный шифр из древнего зла гласит «Дверь ожидает! Ключ у вас уже есть!» Что за дверь и что за ключ? Метафорические, конечно. Ключом, на мой взгляд, является слово, которое позволило нашим героям открыть дверь в храме Аполлона и спуститься в Дельфы. Слово это Посейдон. В самом центре античной Александрии находился храм Нептуна, или храм Посейдона, что в принципе одно и то же. Сама же библиотека до своего уничтожения находилась относительно недалеко. Вероятно, всем было объявлено, что она была уничтожена, когда на самом деле ее просто перенесли под храм Посейдона, и именно там теперь и находится вход. Как это было, кстати, с Дельфами, ведь настоящие Дельфы находились под землей в пещере под храмом Аполлона. Кстати, а помните, с последним обновлением черного рынка в Black Ops 4, Триарк добавили оружие ближнего боя, которое называется «Глаз Апопа». Так вот, очень велика вероятность, что это оружие изначально предполагалось для новой карты, а после этого уже было переделано для мультиплеера и блокаута, как оружие ближнего боя. Функционировать оно должно было, на мой взгляд, так же как и перчатки из древнего зла. То есть им можно было бы бить в рукопашной, а также оно стреляло бы чем-нибудь на дальние дистанции. А Глаз Апопа, кстати, из египетской мифологии, это кристалл, который принадлежал богу Апопу, змею-богу мрака, зла, тьмы, шторма и хаоса. Кристалл был довольно мощным артефактом сам по себе, но в связке с пятью другими, определенными кристаллами, он становился самым мощным темным артефактом. В игре, кстати, мы видим его уже связанным с пятью камнями. Возможно, в ходе пасхалки мы бы сначала получили основу, сам Глаз Апопа, а затем прокачали бы его и получили пять дополнительных кристаллов. Кстати, интересный факт. Апоп был заклятым врагом Верховного Божества, а по совместительству Бога Солнца Ра. Возможно, это как-то было бы отражено в ходе пасхалки. Быть может, один из них, будь то Апоп или Ра, предстал бы перед нами воплоти. В конце концов, Пифью и Персея мы же встретили живьем. Ну, в случае Персея почти живьем, но это ладно. А еще помните, я говорил, что Апоп был еще и богом шторма. К этому может отсылать песня Штормбаунд. В ходе пасхалки, кстати, можно предположить, что мы с вами бы уничтожили библиотеку. К этому отсылает также очередной шифр, который можно было найти на статуе Одина, которую Триарк отправили Ноэ, как тизер истории Хаоса. Звучит он следующим образом. То, что уничтожит прошлое, также спасет будущее. Или же это может нас отсылать к чему-то иному. Видите ли, Александрийская библиотека была собранием самых важных и полезных свитков и книг на свете. И возвращаясь к тому, о чем я говорил еще давным-давно в 18-м году, история Хаоса в теории может происходить в одной мультивселенной с историей Эфира. То есть это измерение также создали Хранители еще давным-давно, просто они в него не вмешивались. И это значит, что чисто теоретически в Александрийскую библиотеку мог попасть Кранорий. На новой карте мы бы узнали, что Пифия смогла получить знания Прима Материи, и вместе с помощью знаний из библиотеки Глаза Апопа и Кранория мы каким-то образом смогли бы отправить ее в темный эфир. Именно так Триарки бы связали историю Хаоса с историей Эфира. Но мне кажется, что это маловероятно. А вот что чуть более вероятно, так это то, что библиотека была бы одной из многих карт, и на ней бы остановили Пифию, добрались бы до знаний библиотеки, с помощью знаний из нее смогли бы очистить Бруно и Шоу, и вернуть память Скарлетт, и после этого уничтожили бы ее. И здесь мы бы с вами также узнали, что на самом деле главным врагом для нас является Апоп, который я вам напомню является богом Хаоса, а также врагом Ра. Вспоминая карту 9, знаете, кого еще называли врагами Ра? Членов того самого Ордена. Очень вероятно, что именно Апопу и поклонялся тот Орден, и кстати, учитывая, что ритуал посвящения и развращения заключается в смерти и воскрешении с помощью посоха Ра, это все немного иронично. В конце концов, мы бы с вами отправились в загробный мир, Дуат. Именно там и обитал в дневное время Апоп, избегая Ра. И именно там мы бы с вами сразились в финальной битве истории Хаоса с самим богом Хаоса. Кстати, вы могли заметить, что я вам затираю сегодня только про одну карту, хотя ранее были утечки о двух. Дело в том, что последняя утечка от декабря 2020 года утверждает, что в разработке у Триарков, до того, как они перешли на карты Эфира полностью, была всего лишь одна карта Хаоса. Земблю. О чем была бы вторая карта Хаоса и где бы развернулись события, неясно. Возможно, она была бы до библиотеки, а возможно, после. Если бы она была до, то на ней мы бы отправились, скорее всего, в логово Ордена, где мы бы узнали побольше о библиотеке. Скорее всего, это была бы та самая пещера, просто в другой временной промежуток. Но как можно объяснить появление зомби? Все испытания Стража-то давно уже были выполнены. Я думаю, что в логове Ордена наверняка было бы огромное количество примаматерии, и она бы просто-напросто смогла бы поразить окружающих людей, как это было в комиксе. А если говорить о библиотеке, то, скорее всего, там началось бы какое-нибудь ультимативное испытание Стража, для которого, кстати, необходимо было бы наличие четырех артефактов. Ну а если бы вторая карта была бы уже после библиотеки, то тут два варианта. Либо же мы бы сразу отправились в Дуат, который является загробным миром, и там, конечно же, были бы зомби, даже если верить самой египетской мифологии. Ну или же мы бы отправились очищать Бруно и Шоу, если бы во время пасхалки на библиотеке они бы предали Скарлетт и Диего. При таком варианте развития событий, кстати, силы хаоса могли бы победить, и примаматерия могла бы распространиться по всему миру, и злые силы, будь то Апоп или Пифия, стали бы развращать мир и погружать его в хаос. Отсюда и зомби. Ну и на мой взгляд, именно так и стала бы развиваться история хаоса. Спасибо вам большое за просмотр. На подготовку этого всего ролика у меня ушло порядка двух месяцев, а то и больше на самом деле, так что мне будет очень приятно, если вы поставите лайк, подпишитесь на канал, если еще этого не сделали, и ударите в колокольчик, чтобы не пропускать новые видео по Call of Duty Zombies. Также хочу напомнить, что вы всегда можете поддержать меня и мой контент по ссылке и по кнопке в описании. Ну а на этом у меня пока все. До скорой встречи в ближайшем будущем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok